здравствуйте дорогие зрители мы находимся на джей крит до конференции тут не жарко нет мы не упороты все нормально просто очень смешно меня звать олег это дима дима олег мы сегодня решили собраться смотреть что такое это был не подкаст это был скринкаст в чем разница сегодня мы собрались пообщаться вот такой штуки под названием разверни на весь экран да открой сайт арсокет арсокет.com нет 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 есть такая штука арсокет нет ну что ты да арсокет вообще мы сегодня собрались поговорить об арсокетах потому что я пушу в маркет арсокет и говорю что реактивные стримы это вообще супер круто реактивные стримы как протокол это вообще огонь то есть у вас есть возможность взять ваш не знаю flow был из rx java 2 ли флакси и лимона из project реакторы короче сказать окей я хочу этот флакс этот весь стрим данных переслать с одного сервера на другой и обычно люди не знаю что есть арсокет берут придумывают какую-то свою байду придумают свои кастели в общем пилят какую-то непонятную штуку чтобы сделать эти поддержать реактивные фичи все всю реактивную семантику бакешка бак пража эти все реквеста сигнала а тут уже это все есть готово просто надо взять затянуть себе в проект и иначе использовать собственно мы начали это все дело мы потратили уже сколько полчаса уже потратили полчаса для того чтобы запустить проект hello world на попали не может показать проект даже видно было надо уже видно но еще раз вот собственно наш hello world проект видите тут 40 строк кода мы уже потратили почти час и собственно это все зависимости которые ну нет но проблема в том что на котлине да это все дело на котлине потому для меня это вообще впервой для дима нет но тем не менее и вот мы пришли к такому коду он работает да он работает нет непонятно он работает просто мы написали тут тесты для rx java 2 но вся суть что есть собственно factory есть разные типы коммуникации у арсокета request stream и прочие штуки и теперь мы хотим сделать число фибоначчи но для этого нам нужно подключить флоу ты знаешь подключить флоу нет конечно но я вот почитал что для того чтобы подключить как бы в котлине что можно попроще то есть ну ладно допустим там какой-то и кей окей ну и там что-то происходит а потом мы возвращаем абстрактор сокет сингл это это сингл это часть сингл это часть rx java 2 а окей да это сингл это часть rx java 2 дальше есть абстракция арсокет ну то есть если сингл это такой резал да это синхронный резал тайп который просит ну как бы и пиар сокетов просит чтобы наш сервер вернул а сарсокет который будет представлять определенные 5 дорожок предоставляет то есть там есть арсокет значит реактив сокет до реактив стрим сокет то есть был проект слишком сложно ломаешь да зашлись как бы она вообще было за изначально реактив стрим с айо но потом банкрестенсон ты решил перепереминать в реактив сокет а потом еще решили переменять просто в арсоке нежка длинные названия слишком сложные да я не спорю ну короче а это когда колбек который там завод этих розеток вернули одну розеточку как это абстрактная множество розеточек не получится вернуть тут и 5 требования ну ладно это как это в общем завод а внутри это прям розетка она тоже встречает как это там сингл джаст да вот это я можем вернуть я просто я я совершенно тупого раз можем вернуть не сингл джаста там мальтипал да вот не он джаст но как бы есть и и сделать их там в каком-нибудь цикле допустим while true да может можно то есть есть один один тип response это как бы есть лишь несколько тип коммуникации есть когда тебе надо отправить реквесты получить response явно на задекладе таким образом ты просто описываешь протокол что 3 5 свой описываешь а у тебя есть еще рак вас трим то есть вот тут вот ты получил пайлот и ты тут такой лишь окей ты говоришь другой тип фогул да и флоу был и говоришь флоу был например интервал и и говоришь что вот раз в 100 например миллисекунд там юнит миллисекунды возвращай какой-то пайлот и тут говоришь map вы пришел тик и говоришь например дефолт пайлот текстовый вариант пайлода моя response номер и говоришь и пишет эту тату тигуру подлинно там у тебя будет проще на что 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 именно вот такие вы сейчас запустим это все упадет ну да не что из этого вызовется потому что сейчас мы вызываем вот видишь мы создал создали помимо сервера высоки там и создали еще клиент на то есть мы получили жестокет вот этот т autism это собственно репрезентация вот этой штук которую небольшую эту тату тебе вернули видишь то есть можешь выделить этот арсокет абстрактор сакет можно выходить давно одна эта вот эта вот эта штука вернулась клиенту в виде аутгоин тарс wennth пetera то есть то что мы вернули на стороне сервера теперь ну да да это в общем это клиент да и теперь у клиента и называется а уж не знаю ты можешь его переименовать на client internet сокет. Обязательно R-сокет, потому что просто сокет. Или вы так не делаете? Ну, можешь написать reactive сокет. Ну, нет, просто сокет. Хорошо, client-сокет. Мне кажется, это просто чуть более, может быть, чуть более понятно. А вот этот сокет, наверное, он же тоже возвращается? А вот и disposable? Нет, ну, disposable — это чтобы отменить потом, сказать, что я хочу остановить сервер. Ты можешь там cancel на нем нажать и все. Мы этого не делаем, да. Это не очень круто. Ну, ладно. Наверное. Наверное, ну ладно. Хорошо. Ну, ладно, все, я понял. Это, короче, в общем, просто клиент. Потом мы там что-то ждем, массер делаем. Да, это для того, чтобы... Если я запущу, сейчас все упадет. Не, оно будет работать. Да, да, да. Теперь нужно сделать как-то, ждать тот поток. Если ты, например, сделаешь request stream вместо request response, то оно упадет. Да, понятно. Вот, если видишь методы request channel, request stream... Не обязательно что-то писать нам? Да, нам надо как бы отправить какой-то request. Ты можешь взять default payload empty отправить. То есть ты можешь ничего клиента не отправлять. Да, вот есть empty, и ты можешь просто заглушку отправить, и все. И тогда это упадет. Не, это не должно упасть. Оно будет... Не, мы же запросили поток. Правильно, мы запросили поток, но поток бесконечный. Это же интервал. Он будет, короче, тикать. А, он будет, то есть до бесконечницы ждать... Да, мы можем написать вместо wait count, например, один. Сколько мы ждем? Две секунды? Не-не-не, мы не две секунды ждем, тут есть другой. А, count, да, да, я видел. Другой метод, wait count. Да, то есть ожидаем там один элемент, проверяем, вот оно падает. Потому что мы ожидали, что придет тест-респонс, а пришел нам... Что нам пришло? Какая-то байдень пришла. Ну, тут непонятно. Он не пишет, что ему не так было, что ему не понравилось. Потому что нам надо нормальную либу для Сашина затянуть. Ну, ладно уж, что есть у вас там. Ну, наверное, вот как-то так было. А, хотя неизвестно, что... Да, вот так с нуля, с нуля начинается. Да? А, окей. Не со ста, а с нуля, да. Не, я просто там думал, может что-нибудь получится. Все, вот прошел тест. Но на самом-то деле без... Ага, да. На самом-то деле бесконечно. Да, бесконечно. Можно вот так делать? Да, можно еще wait count и проверить, что там оно упадет. Мне кажется, это не будет работать, просто будет непонятно, где оно упало. Ну, понятно, что не будет работать. Я же говорил, нам надо нормальную на Сашин либо. А, окей. Но это если это единицу там поставишь, то все пройдет. Да? Конечно. Это же вроде интервал 100, чтобы это не значило миллисекунд. Ну, это раз в 100 миллисекунд оно будет управлять ивент. Может, если тогда мы здесь так сделаем, например, то оно... То оно свалится. Здесь вот так. Ну, ладно. Ну, ладно. Не важно, не суть. Ну, да. Суть в том, что нам надо... Мы пришли к выводу, что мы хотим написать какой-то Fibonacci на реактивных стримах. Да, но нам не обязательно вообще эти миллисекунды... Да, ну, это для теста, чтобы те, кто будут смотреть скринкаст, могли понять, что происходит. Интересно. Ну, ты можешь, если ты секвенс свой можешь представить в виде Flow, ну, там скорее есть такая штука, как S-Flow. Или SS Publisher, или, я не знаю. Flowable. Не-не-не, смотри, пиши то, что ты писал. Sequence... А, ну, я понял, что мы сходим и сконвертируем в ваших картинках. Да, его можно сконвертировать в реактивный стрим? По-моему, можно. Sequence to Flow. SSS... О, во! Успех? Ну, почти. Нет, это успех. Недоволен. Камалин недоволен. А ты потом пишешь Flowable... То есть, вот это удаляем? Да. Ну, погоди, дай, посмотрю. Интересно, что тут есть? Ну, он просто... А, окей. To... Окей. S... Окей. Хорошо. То есть, тут можно его... Почти получилось. Можно его как Flux... Ну, а дальше мы, смотри, что пишем. Пишем адаптеры для адаптеров. Пишем From... From Publisher... Все, наш Flow... Ха-ха-ха-ха... Ха-ха-ха... Ха-ха-ха... Чем мне нравится? Он в Flow... Не, подожди, ты не туда навел... А, правильно. Нам надо же... default и вот вернуть. А, ну, наверное, да. А, то есть, вот так. Вот. Да, тест. Вот. Зачем тестом? Ну, какой любой... Что хочет, и пишет. Ну, и все. Ну, давай перезапустим. Ну, это непонятно, что происходит, когда все падает. Можно сделать лучше. Можно писать... DoOnNext, например. Можно сделать вот тут вот. И можно писать... Int. Ln. We got. Element. Нет. We got. Next. И... Писать... It. Ну, и так, я думаю, будет понятнее, что происходило. Что вообще к нам приходило? Ага. Ну, надо писать... Вот это. Да, будет понятно. Вот. Видно, что мы получили NextDest, но мы явно ожидаем другой респонс. Я думаю, так понятней. Ну, да. Ну, в принципе, можно было все это как-нибудь обернуть, еще чтобы был более цивильный API, но... Ну, не суть. Допустим, это клево, да. Да. Теперь надо... Ты знаешь, как вот эти секвенсы работают? Когда у нас yield вызываются? Они? Они вызываются один раз. А если у нас много yield? Они вызываются много раз. Я пишу ничего, я не буду обманывать. Когда? Видишь, три раза, два. Мне интересно, когда. Ну, вот, как ты запускаешь код, и он прям вызывает. Моментально. Ну, мне интересно, тут можно как-то концепцию backpranger из них? Хорошо. Нам нужен... Подожди, нам нужен flow. Вот. Я прочитал. Роман Елизаров сказал, что вот новый Kotlin Quarantine Flow, те же стримы с поддержкой реактивных стримов. Слушай, я не в теме, где там что. Вот смотри, вот эта тема, если написать while true, это будет то же самое, что итератор, который там, знаешь, функция has next, она тебе всегда говорит типа да. Ну, хорошо. И это вот эквивалент итератора. То есть, если ты как бы ничего не поглощаешь оттуда, то ничего не будет происходить. Это все вопрос в том, как работает From Publish. Хорошо. Что будет делать From Publish? Давай посмотрим на исходники. Давай, смотри. Как бы суть в том, что вот эта вся штука, как бы арсокеты... Подожди, знаешь, простой эксперимент. Давай будем хакерами. Запустим, что есть. Посмотрим, оно повиснет или нет. Ну, видишь, оно получило немоверное количество we got next, потому что оно отправило request. Да, а почему оно упало-то вообще? Ну, потому что ожидаем другой. А, он ждал 2. Ага, что-то странная тема. Смотри, смотри. Суть в том, что... Хорошо, оно работало, в принципе. Смотри, погоди, погоди, не спеши. Суть в том, что есть тут концепция backpressure. Слышал про backpressure? Да, 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 это понятно. Я просто... То есть, короче, это сработало. Дальше можно продолжать. Да, хорошо, оно сработало. Я просто попробовать то, что было. Мы сделали небольшое изменение, мы его попробуем. Мне интересна другая штука. Смотри, тут можно сделать subscribe. Сейчас тут должно быть расширение subscription. Вот, это те все расширения, которые есть. И вот есть subscription. Мне интересует вот эта штука. То есть, допустим, нам берем вот этого товарища. Что такое subscription? Чем это отличается от того, что у нас уже есть? Смотри. Да, вроде бы мы уже не подписались вообще на сервер. У нас вот эти, ну и есть, да? Хорошо, ну и есть. Спокойно. Как ли, мне так уж плохо. Вот. Сабскрипшн – это штука, которая позволяет тебе сказать, сколько ты хочешь элементов. Например, ты говоришь, я хочу 10 элементов. Да? Мне вот интересно, сколько твой sequence передаст элементов. Да? Давай сделаем по-хорошему, по-старому, доброму thread slip и запустим наш код. Вот. Вот. Он error is null. Хорошо. Это успех. Хорошо. Давай я передам ему просто пустые скобки. Это тут работает, если что. Вот. Работает. Прекрасно. Что за хакерство? Пустые скобки вместо null. Смотри. Прекрасно. Сколько мы получили тут on next? В 10 штук? Все. У нас есть backpranger. Можно дальше делать, что вздумается, можно сказать. Ну, я же тебе говорил, что это просто как итератор. Вопрос был в том, как работает вот этот метод. Что он там делает со всем с этой sequence, вот эта штука, которую он паблишер. Чтобы она тут не делала очень хитро. Это вот источник, да. Ну, смотри. Та-та-та. У нас assembly. Это очень сложно. Очень сложно. Не лезь туда. Почему? Не вся, что ли? Не, можно. From publisher просто так как... Вернись назад. Посмотрим. О, боже. Ну, ладно. Допустим, мы этого не видели. Это сложно. Смотри. Суть в том, что твой sequence можно превратить в flux. Нажми на flux. Что такое flux? Это из реактора. Хорошо. Это из реактора. То есть твой итератор, твой sequence картинерский превращен... А, твой товарищ, да? Это он? Да. Товарищ написал обертку для реактора и парутин. Соответственно, любые карутины можно превратить в стрим реактивный. Я так понимаю, он будет поддерживаться с backpressure, со всей нужной штукой. Ну, да. Ну, то есть это вот их API. Вот он возвращает паблишер. Соответственно, дальше мы берем... Ну, всего красивого, а это просто адаптеры какие-то. Да. Ну, это ж... И они поддерживают там все, что нужно вообще. Да. Ну, отлично. А почему вообще все это обернули какой-то from publisher? Зачем вот это все произошло? Потому что... Нам нужно вернуть... Почему не вот так, например? Потому что, видишь, API ожидает flowable, а мы хотим вернуть... На самом деле... Все больше и больше абстракций. То есть вообще изначально всего лишь... Ну, это неправильно спроектированная еще у нас API. То есть... Не, ну, я имел в виду вообще, по сути, мы просто делали wildtrue. Отправить там тест по сети. В принципе, не так и сложно. Да. Потом мы добавили вокруг этого... Wildtrue? ...корруктины. Не, мы добавили корруктины, которые создали стоит машины. Которые там потом завернули во Flux, которые вернули во Flow. Да. Потому что это... Ну, пока что это дурацкий API, но это нормально. Поправим. Не, ну ладно. Я просто, чтобы понять, что к чему. Ну, ты все правильно понимаешь. Да. И теперь мы хотим число Fibonacci написать. Ты знаешь, как на коррутинах написать число Fibonacci? Как в обычном ходе ты просто вот тут пишешь. Нужно что-нибудь другое написать. Ну, давай напишем число Fibonacci. Мне интересно. Давай напишем вот так, например. Для начала, чтобы посмотреть, что это. И мы в тексте, а там нельзя что-нибудь другое отправить. Не текст. Ну, ладно. Давай начнем с текста. Ну, наверное, нужно там Fibonacci. Да. Так пойдет. Вообще огонь. Вот получили 10 элементов. Ну да. Ну, вот так получилось вроде. Хорошо. Теперь число Fibonacci. То есть нам нужно, например, мы получаем request. Ну да, но это тоже самое, только там, типа, как они начинаются 1-1. Ты помнишь, как это писать, нет? Я не особо. Я тоже не особо помню. Будет круто. Н. Н. Подожди. Вроде как-то так. То есть у нас получится 2, и потом мы сюда отправим N. Смотри. Пайлотом отправляем N. Да. Пайлотом отправляем N. То есть нам с пайлотом надо достать значение. Нет, не оно. Естественно. Дай сюда. Вот. Мы говорим, что там вау. Что? А зачем с пайлотом уставать? Ну смотри, ну ты как работаешь? Пользователь говорит, я хочу узнать Fibonacci для 100. Ааа. Для сотой позиции. Слушай, я думал, там типа бесконечная система. Ну а вообще можно... Соединяешься и такой бесконечный стрим вообще в тебя сразу Беда можно до бесконечности. Вообще беда можно до бесконечности. Не, я думал, ну можно так, как ты хочешь, ты типа запросил, и тебе отправили вот сколько надо. А я думал, ты просто знаешь, такой очень хипстерский как бы сервис, который тебе просто подключился и в тебя начинает стримить. Все еще в Fibonacci. Можно углят? Давай, давай тогда сделаем так. Окей, хорошо. Ааа. Надо загуглить, наверное, что-то донача. Нет, давай так сделаем. Подожди, там все просто. Давай, хорошо. Надо просто подумать подольше, чем нисколько. Окей. Число Fibonacci это текущее число, текущее это единица, следующее это единица. Ну да, получится 2. То есть вот это вот вроде не слишком неправильно. Хорошо. Нет, но погоди, нам нужно вернуть 1 и 1 с самого начала, правильно? То есть нам нужно в тупую написать yield. Ok, yield. Один, да? Это первый раз мы заелдили. Ты же все сломал, зачем? Это все из-за payload. Потому что мы неправильно делаем. На самом деле нужно сделать мэп, но давай оставим, что есть. Хорошо. Я быстро исправлю. Хорошо. На более кошерное написание. Наверное, как-то так вот. И потом вот оборачивать в payload вообще вот там. Ну давай. А тут вот так делать все. Окей. Годится. Это разумно. payload it. Да. Ну вот как так еще раз запущу. Впрочем, будем тестировать глазками. Окей, надо. То есть все осталось как было и повисло. Прекрасно. Ну теперь чисто Fibonacci нам надо вернуть 1 раз. Единицу. Ну вот смотри, можно же вот так сделать 1 раз и вот так вернуть, допустим, вот такую единицу или n. Ну или как? Давай n и m назовем. Ну хорошо. Чем тебе это поможет? Ничем. Пока что ничем. Ну смотри, мы вернем тут единицу, да? А нам еще, нам нужно еще один раз вернуть единицу. Ну отлично. Мы вернем. Хорошо. Ну и потом мы, допустим, тогда мы не так будем делать. Хорошо, я удалю все это. А потом что-то в таком духе, да? Потом m становится 2, а m... Смотри, первый. Первый это у нас единица. Так как единица плюс предыдущая, предыдущая это у нас 0. Единица плюс 0 это еще раз единица. У нас первое и второе числа это единицы. Ты предлагаешь вот так? Я предлагаю просто 2 раз сделать yield, yield, отправить по единице. Да. А потом уже нам делать вот такие вот махинации. 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 Ну а как-то лучше. Ладно, ладно, давай. Давай. Ты знаешь, что ты хочешь, я уверен. Ну, наверное, да. То есть можно сделать вот так вот. Следующее это предыдущее плюс. Это, да, вот n плюс m. Так как у нас n было нулевое, m это у нас единица. То есть мы вот один раз давай сделаем тут, понятно. m вернули. Тут теперь это должно быть тоже единица. И тут мы теперь говорим, хорошо, предыдущее у нас... Надо, наверное, вот это вынести в var. О, можно сделать вот так вот. Супер. Ты пользуешься постригсом? Я сам не знаю. Что это? Это, да, это current. Это мы назовем current, мы заелдили текущее. А потом мы говорим, что n. Окей, давай назовем это иначе. Давай это назовем previous. Previous. Это назовем... А, нет. current. Current нормально пойдет. Current. Ну, с опечатками даже. Current. И это назовем next. Окей. Типа мы елдим next, записываем previous, это равно current, а current равно next. Во. Давай перезапустим. Посмотрим. Да, вроде нормально. Во. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 3. 2, 1, 3. 2 плюс 3, 5. 5 плюс 3, 8. Во. У нас есть теперь число Fibonacci с backpressure. То есть теперь, если мы попросим тут, например, 100... Ну, не 100, давай 50 попросим. Нет, 57, нужно 20, давай, например, попросим. То есть если мы сейчас попросим 20, то мы получим ровно 20 чисел Fibonacci. Теперь вся суть в том, что надо создать более правильную абстракцию. Давай посмотрим. Ага, flowable subscriber. Вот, flowable. А что? Кто от него экстендится? Все. Все его друзья. Ну... Не, а что ты пытаешься сделать в целом? В RxJava есть стандартная имплементация subscriber, которую можно, в принципе, использовать без... Да, вот есть дефолт subscriber, вот абстрактный класс. Без всякого замудрения. То есть тебе уже предоставляется какой-то API, который ты можешь легко заворайдить. И это, грубо говоря, базовый subscriber, который ты можешь, вот видишь, как в примере, иначе использовать и что-то делать. То есть Annex, 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 Annex Complete у тебя уже заворайджены. Просто... спокойно живи. Спокойно живи. Ну да. Ну да, ладно, ну и хорошо. Разница-то в чем будет? Он же так же будет работать с источностью, да? Это просто более правильный... Да, нет, ну как бы... Суть в том, что смотри, сейчас я тебе покажу. Как он назывался, да? Default subscriber. Default subscriber. Ну да, вроде. Default subscriber, да. Сдаем мы Default subscriber. Уже этот Kotlin. В райде мы... Надо показать, что мы ожидаем. Мы ожидаем пайлот. Да, мы ожидаем пайлот, мы говорим onStart. Хотим заворайдить onStart. И мы хотим зареквастить, например, первых пять элементов. То есть, у нас есть какая-то... Чего он ругается? Он еще хочет что-то заимплемент. А, он Complete хочет. Complete. Но он и другие штучки хочет тоже. Слушай, ты можешь Altender просто его успокоить. Сразу все, прям реализовать. Ну ладно, ты говорил. Один остался. Хорошо. Если туду сделал, будет падать теперь. Ну ладно, я понял. Да. А туду кидает ошибки в Kotlin, я так понимаю. Окей. То есть, вот тут вот мы можем написать то же самое, что мы делали раньше. написать gotElement и, например, сказать, что вот это... Что? Это я. Я не знаю. Наверное, точка, там, bodyUtf, что-то такое, да? Написать... Давайте... Давай будем в множественной форме. Написать... We got... We got element... И написать, например... Тут мы напишем println. We got... We got... Completion. Ну да, ну понятно. Ну а в чем разница-то? Он так же будет работать точно. Смотри. Суть в том, что, например, мы можем написать состояние. int, например, long, state... Ой, это, наверное, не так пишется, но ты сейчас перепишешь. Как там? Long? Да, да. С большой буквы еще и val. Да. Val. Это мутабельное значение? Мутабельное, нет. Var. Окей, var. Нам нужен var. Ну и смотри, мы получаем значение, делаем там state плюс-плюс. А потом, если state... Ой. Что это такое? Если у нас state равен... Ну, кратен, например, там... Expect. Давай еще здесь. Можно вставить физба звуф так. На клиенции сервера Fibonacci. Да. Вначале мы попросили пять. То есть мы ожидаем пять элементов. Ну, это, к примеру. Ожидаем пять элементов и потом говорим, мы хотим еще там... Expect умножить на два. То есть мы ожидаем в два раза больше. То есть такой... expect... Ну, я понял. Да. То есть мы получаем пять элементов, потом еще запрашиваем десять. Да. Получили десять. То есть мы говорим expect. Если state равен тому, что мы ожидали, мы запрашиваем еще. Передать им надо занулить. То есть сказать, что это теперь ноль. что expect равен... Да. Можно сделать вот так вот. Это же магия. И запрашиваем опять столько, сколько ожидали. Ну, теперь, наверное, надо запустить. Можно еще, знаешь, сделать latch. Мне кажется, в этом и проблема, что можно было не делать бы все асинхронно, например, настолько асинхронно. Не, ну погоди, мы же по нетворку, смотри, тут явно... Что-то понятно. Ну да, ладно. Вот TCP-соединение мы сказали. Все это гоняется по TCP. То есть, друзья, вы понимаете, что это все по нетворку бегает? Ну, конечно же. И тут мы говорим latch await бесконечно. То есть, окей, нет точки запятой. И мы тут говорим latch countdown или мы говорим, например, narrow latch countdown. Count up. Ну, ошибка. Ну, мы пишем тут ошибка. Это что-то прям... Error. Ну, подожди. Прям хардкорно все. Понятно. По-честному хардкорно так. Понятно. Ты у тебя первый что-то там что-то? Как эта штука у тебя называется? Какой первый что? Ну, скринкаст. Нет. Нет. Может быть, он и никогда не увидит. Ну, спасибо. Окей. Да не, ну, просто это... Я про хардкоры в том смысле, что как-то вообще принталы навести какие-то. Да, ну, нужно теперь вот этот, да, дефолт. И... Он еще хочет вопросик там. Ничего себе ты запустить это сумел? Как это возможно вообще? Я не знаю. Установи. А, ты, наверное, просто не увидел это изменение. Потому что, да, он не захочешь скомпилировать. Ну, потому что он такой с вопросиком. А, это с вопросиком? Окей. Мне не понравился твой вопросик. Что? По-моему, мы что-то сделали не так. Ну, да. Потому что... Ну, то вы написали много-много кода, а потом запустили. Что-то пошло не так. Ну, давай вначале вернись в первый самый. Может, отменить все изменения? Нет. Нет. А почему? Теперь трудно сказать. Хорошо. Давай сделаем проще. Давай... Слушай, почему? Без вот этой штуки. Да, мне кажется, вот это было вообще непонятно. Зачем? Смотри. Ну, мы получили один... Вот, смотри. Пока что работает даже. Хорошо. Может быть, там это интегер-оверфлоу такой. Поэтому как раз там минусики-плюсики такие дикие начались. Нет. Просто мы же стримим до бесконечности вроде как. И там как раз можно... Мне кажется, что стейт просто надо вынести. Что? По-моему, все... Нет. Слушай, давай попробуем вот такой еще вариант. Как если что-то, если мы сделаем экспект от... Так, экспект. Ну, вот, закомментировать вот это все, да. А сделать экспект каким-то очень большим. Вот таким. И мы увидим что-нибудь дикое. Ну, оно будет нормально работать. Там проблемы не в том. Ну, ладно. Окей. Погоди, ты не... Погоди, мы же тут экспект. Мы не экспект запрашиваем. А, да-да-да. Ты поставь сюда экспект. Да. Ну да, видишь, мы опять получаем дикие минусы. То есть это лонг оверфлоу произошел? Да, очень эффективный у нас ход. Он очень быстро добирается до конца. Ну, так погоди, мы, может, интеджер оверфлоу получили? Ну, да-да. Так нам надо лонги. Ну, неважно, как бы, все равно будет оверфлоу. Ну, давай с лонгов сделаем. Давай. 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 С лонги, вот тебе с лонги. Ну, уже не так плохо. Ну, как, все равно очень быстро приходит в минус. Не, просто было непонятно, зачем это. Ну, в том смысле, что, как бы, да, я... Ну, ладно. В том случае, что, ну да, мы переписали с более правильными API, которые вроде попроще, но зачем вот так сложно? Не знаю. Просто, чтобы контролировать как-то, я извиняю. Контролировать. Я имею в виду, что можно было там как-нибудь просто один стей, там типа один каунтер, expected и его decremented. А как только он ноль, мы там делаем countdown match. Или у нас же был уже API, который мы до этого пользовались, там, await count. Он уже был, я как бы вот этого не понял, зачем мы обычно его пишем. Ну, смотри. Там же был вот этот тест, или что там, был тест, и там такое await count. И пишешь пять. И все. Я не знаю, как. Ну да, можно было так. Подожди, ну ладно, допустим, все это клево. Ну, в смысле, оставим как есть, да? Да, я хотел... Ну, мне нравится, это довольно футуристично. Достаточно быстро, ты заметь. Да, да. Это все по натворку гоняется. Смотри, ну... Ну, нужны вопросы? Окей, у меня вопрос был. Давай. Задавай. Ты пока задавай, я тут еще похоже. Ну, вопрос был про то, что payload. Почему он везде payload? Нельзя это как-то притипизировать слегка. Вот здесь мы отправляем, даже с сервером мы отправляем текст. Да, то есть тут нельзя как-то там вот... Автоматизировать? Нет, ну, просто как-то выразить тот факт, что мы все-таки хотим направить число, а не страх. Нет. Нельзя инт баффер. Надо посмотреть на самом деле. У нас есть пейлот. Окей. Что? Почему так все сложно? Дефолт пейлот. Долбать! Это наркомания. Это все ваш кот, блин. Да. Окей, у нас есть только дефолт пейлот. Дефолт пейлот ожидает... А, ну он берет байт-арей какой-то. Да, можно как-бы байт-арей передать туда, но это еще сложнее. Зачем нам с байт-ареем работать? С батареей. Подожди, ну ладно, я понял, в общем, ответ. Да. Что-то там батарея. Ну, просто на двоих запустишь, нормально. Люди посмотрят за 15 минут, поржут и посмотрят. Может попробуют арсокеты на следующий раз, а может и нет. В принципе, мы достигли результата. Успех. Смотри, самое то, что я хочу... Немного закаменченного кола. Тут какие-то непонятные кауты, да? Которые никогда не случаются. То есть все нормально. Не, он случится, я сейчас тебе покажу. Смотри, мы делаем мап. То, что я хочу улучшиться, то вот мы получаем тут пейлот. Я, например, хочу вот этот пейлот достать сразу эту штуку. Хочу промапить эту штуку, например... Подожди, а другой дата будет не UTF, там что будет нужным? А там байт-репрезентация можно еще получить. То есть эта штука, она говорит, что я тебе возвращаю. Ну, она нормально. Видишь, байт-байфер. Зачем тебе с этим работать? А почему? Как пропарсить? Отмени, отмени. Все было нормально, я тебя просто сбил. Не-не-не, я хочу все равно пропарсить. Есть long parse там что-то? It to long. А-а-а. Все проще. А-а, это же точно. It to long. Окей, то есть теперь мы получаем тут long и мы можем вместо этого всего добра делать вот так. Только это будет nullable long. Да, смотри. Что я предлагаю? Нет, подожди, что-то ему не нравится. Давай постепенно, я просто исправлю то, что чуть-чуть. То, что компайнера не нравится. Мне кажется, он хочет вот тут long, да. Да, окей. И тогда ему вот это все будет не нравиться. Да, хорошо, согласен. Прикольно. Ну ладно, теперь я понял, как ты ответил на мой вопрос. А, в чем вопрос был? Ну, как все притипизировать слегка. А, ну вот через... Ты сказал, что можно просто мэпить, в общем. Ну да. Ну, с другой стороны, ну нормально, на самом деле. Может, можно флакс его прокатить, на самом деле. Будет та же самая штука, ну да. Не, ну там, да, там нормально. Да, смотри, что я хочу сделать. Если мы получаем... Что было бы круто. А, нет. Сейчас вопрос. Стоя меньше нуля? Так не работает. А, достаточно вот так вот сделать, да? Нет, недостаточно, к сожалению. А что нужно сделать еще? Может, вообще избавиться? Нет. А, ну это ты правильно написал. Потому что все равно long, он такой, может быть, с нулем. Можно добавить два восклицательных знака, либо проверять его на но. Да, да. Ну ладно, да. Суть в том, что я говорю cancel, этот стрим становится скончаемым. А, прикольно. И, да, если посмотреть cancel, он ставит cancel, и мы тут сами скажем, он complete. Ну, то есть мы, окей, сами самостоятельно еще latch потушим, скажем countdown тут. И если нет, то мы будем делать то же самое, что раньше. То есть мы будем отправлять request каждый раз, получать данные, request, получать данные. Мы можем, кстати, delay сделать, то есть сделать request, отложенный. Ну, как в карутинах. Как это в карутинах делается? Ну, я не понял. Отложить вызов метода на какой-то промежуток времени. Ну, зависит от API в карутинах. Как это стандартным способом сделать. Подожди, ну ты просто хочешь поток, чтобы тебя… Нет, я хочу просто вызов какого-то метода отложить на несколько секунд, то есть за тайм-аут. Вообще, я не знаю. А, ага, такого не знаю, как в JavaScript, типа там. Ну, типа setTimeout. Да, как в JavaScript. Не знаю. Ну, ладно. Ну, ладно, я понял. Давай сделаем наш. Ну, просто это будет не слишком, мне кажется, просто. Я, конечно, не буду прав. Ну, вроде давай вот запустим то, что есть. Хорошо, давай запустим то, что есть. Красиво все рассказал и не запустил. О! Ну, класс. Давай только печатать, давай вот это все дело. Делать вот тут вот. Да, то есть, и мы делаем тут артерн еще. То есть, если у нас отрицательный придет, мы его никогда не запишем. То есть, это понятно в workflow. Во, видишь? То есть, мы получили число Fibonacci достаточно, очень быстро. Сколько мы всего элементов попросили? Сколько тут срок? Я могу посчитать. Ну, давай, посчитай. Давай. Мне кажется, это такой способ. 92 элемента мы попросили, и мы за 92 request уже вышли. Очень эффективно. The workflow. Очень эффективно. Согласен. Ну, я так, я... Хорошо. Ну, да, ладно. Ну, в общем, я понял, это уже успех почти, да. Ну, мы сделали число Fibonacci на Kotlin'овских корутинах, смапленных в Reactor Flux, смапленный в Flowable из Java 2, обернутый в R-Socket. То есть, все это дело еще стримилось через network, через твой TCP лук локальный. И был клиент, который делал request, это все снова же через все в байте, как гонялось. Только для того, чтобы посчитать числа Fibonacci. Мне нравится еще весь код. Какие-то ифы, ну, конечно же, их отрефактором там как-то... Что? Нет? А давай вот так сделаем. Я шучу. Ну, нет, по-моему, отлично. Как написать число Fibonacci посложнее? Сорсуик-то. Как ты думаешь, что это показать клип-клипу? Что это скажут? А можно, не, попросить просто, а можно проливить код? Вот вчера написали некий код. На Котлине? Да. А ты не знаешь, как он вообще к Котлину относится? Нет, вот его знаем. Но после этого, мне кажется... Он не захочет больше с нами здороваться, я думаю. Возможно, да. Ну, по-моему, неплохо для первого раза. Отлично. Спонтанного скринкаста, на котором я захотел попушить R-Socket в Market. На Котлине. Я даже ни разу не пробовал это. Ну, он заработал, что, в принципе, неплохо. Да, круто. Успех. Ну, то есть, может работать, в общем. Да, ты что-то вынес из этого, в общем? Да, да. Ну, как бы, на самом деле, мне кажется, R-Socket как-то это... На них нужно смотреть с точки зрения каких-то более сложных способов подписки и писать какие-нибудь более хитрые тесты. Ну, в целом, наверное, интересно. Надо просто понять какие-то больше детали. Ну, на самом деле, да. Ты меня убедил, что оно все, в принципе, работает. Да, это уже неплохо. Все есть. Можно в андроиде запустить. Ну, и что оно оборачивает API и других библиотек успешно. И все в этом духе. То есть, ты меня убедил, что можно попробовать. Можно попробовать. Зачем? Еще непонятно. А какая у вас бизнес-модель? Бизнес-модель у R-Socket именно? Ну, да. То есть, вы же тратите там свое драгоценное время. Ну, мы хотим, мы вообще типа, строим Enterprise версию R-Socket. Да. Когда там можно построить целый кластер серверов и сервисов, которые соединены вот этими R-Socket. То есть, ты берешь, не знаю, у нас есть посредине R-Socket broker, который умеет делать там routing, load balancing и прочие штуки. И ты такой, подсоединяешься к клиентам к кластеру. Кластер такой, оп, и знаю, подключив всем себе клиенте. Второй клиент подключился. И дальше они говорят такие, я хочу вызвать из клиента B клиента A. Ну, и брокер такой по R-Socket там routed твои реквесты, респонсы и вот все вот эти реактивные стримы. Все звучит как интернет. Ну, это Enterprise. Ты можешь писать на код на Java свой бизнес-логику. Ну, интернет тоже на всем. Я, конечно, просто троллю вообще. Ну, правда, звучит так. Ну, да, это просто там маршрутизатор. Ну, мы все делаем, мы пишем Enterprise для интернета, да. Ну, и основная бизнес-модель говорит, что это быстрее, чем все остальное. Ну, потому что оно быстрее, чем HTTP. Потому что в HTTP все-таки создаешь один вот WebSocket connection или TCP connection, и все вот эти логические стримы мапятся в один физический connection. То есть, есть multiplexing, все-таки разные типы стримов. Ну, интересно, на самом деле, какие-нибудь тесты. Ну, не сейчас, я бы. Ну, написать разные тесты, посмотреть, что будет TCP там, Arian как-нибудь быстрее. Ну, вот можно с WebSocket, будет работать. То есть, берем, меняем WebSocket. Будет теперь по WebSocket бегать. Я знаю, что ты уже хочешь все это закончить. Ну, не бежишь. Нет, ты уже все, попал. Ну, вот смотри, работает теперь по WebSocket. Ты ничего не менял, кроме транспорта. Ну, это, да, понятно. Ну, и у нас там есть... Было бы очень обидно, если бы друг случайно не заработал. Ну, и оно есть, видишь, в Java, JavaScript в Kotlin. Да, кстати, смотри, я заметил, там был Kotlin последний. После C++ поэтому. Да, и у нас еще есть поддержка Airon. Это вот... Ну, я, кстати, заметил ключевое слово. Да, вот, то есть, если тут поискать, есть Airon. Вот, Arsocket Transport Airon. То есть, можно все дело еще гонять повер-повер. Кажется, сколько? Один комит 9 месяцев. Ну, это еще экспериментальная штука. Ну, понятно. Ты знаешь, как ребенка родителя. 9 месяцев. Нашел единственный комит. Вынашивали просто еще. Да. Он должен следующий уже появиться. Да, я, конечно, не знаю. Ладно, и будем смотреть, кто комит. Вот и был не ты. Так что... Ну, суть в том, что, да. Реактивные стримы через Network это про Arsocket. Так что, захочешь построить отказоустойчивые enterprise приложения, ну, да. Надо использовать Arsocket. Ну, и в Spring есть еще поддержка. Ну, я понял. Еще один слой абстракции. А теперь еще Spring. А давай подключим сейчас еще Spring. А почему нет? Как будто в рот намазал там масло. Приповидло. Всего лишь 11 часов вечера. У нас еще все ночь спереди. У тебя сколько? В час дня у тебя вылет? Ну, вот спреем еще Spring подключить. Да. Сарсокетами на Kotlin. Да. Огонь. Огонь. И тоже в числе Fibonacci напишем. Всего лишь там сколько? 92 числа. Не все, я понимаю. День была, чтобы до бесконечности 92. Ааа. Не, ну, можно с Big Desil попробовать, конечно. Ну, да. Потом, знаешь, будет вопрос о Big Desil он точно их считает или нет. То есть нужно будет сравнить с другим источником. Не, ну, мне кстати интересно. Вот в Kotlin есть автоматический переход из Long? Нет. А как это сделать? То есть явно указать, что мы хотим Big Desil? Да. Ну, типа это просто сделать Big Desil? Точно так же или это... Ну, почти точно так же. Ну, давай. Раз уж не начали. Ну, давай Big Desil переделывать. Ну, мне просто интересно. Да. Допустим, вот так. Окей. Эту делаю или нету? Так. Ну, вроде готово. Класс, да? Ааа. Похоти, мы в Long кастим. Нам надо в Big Desil кастить. Да. Ну, нет. Оно в принципе работает. Ну, работает. Ну, заказь Big Desil и посмотрим, как долго оно колбасится будет. Тх. Колбасится. Хе-хе-хе. Давай, это вон. The Long to Big Desil. Не, ну вообще, мне даже уже нравится Kotlin. Так просто все сделать относительно. Опа. Надо поменять только Default Subscriber на Big Desil. Да. Да. Ну, нормально потихонечку делаться. Да. Да. Да, Симон. Мне кажется, я остановил, потому что идея умрет раньше, чем она остановится. Ей не нравятся очень широкие строки. Серьезно? Да. Ты не знал такого? Нет. Консоль в идее начинает тормозить, если очень широкие строки. Вау. Именно в ширину. Я не шучу. Это не прикол. Это объективная действительность в течение времени. Окей. Вот. Остановил, пока просто все не помисло окончательно. Ну, хорошо. Ну, то есть, видишь, можно все сделать как бы. Ну, да. Ну, давай тут остановимся. Ну, вот. Надо подытожить. Как бы подытожили уже. Ну, да. Полный успех. Полный успех. Так. Не будем показывать клипу. Или будем. Ну, что вообще никому его не показывать?